Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Мы очень с вами много внимания уделяем телевидению. Оно, я считаю, в совершенно помоечном состоянии находится сейчас. Я уже говорил, что телевидение разделилось на два направления. Это ток-шоу политические и кто с кем переспал. Все. Больше у нас чего-то дельного, чего-то, что хотелось бы посмотреть. Ну, вспомните раньше. Подводная Одиссея, команда Кусто. По субботам. Хотелось смотреть, было интересно. Ну, что-то такое познавательное. Что-то, что можно было бы расширить кругозор. Вот я сейчас пересматриваю. Специально нашел серии. Вы знаете, как интересно? Вот просто пропадаешь на вот эти вот, там сколько, полчаса. Там недолго идет серия. Но просто вот пропадаешь. Вот время летит совершенно незаметно, чтобы отдохнуть. Замечательнейшее. Раньше было огромное количество программ. Где это все? Где это все? Все превратилось в инструмент пропаганды. Значит, друзья, все дело в том, что мы с вами говорим очень много о ток-шоу, которые вот как раз кто с кем переспал, или как поделить наследство, или человек еще не успел умереть, уж извините за выражение, а Малахов уже бегает с наследниками в шоу. И он сам говорит самое главное, что в интервью Алене Блин, посмотрите, вот, значит, блогер Хованский, я не очень воспринимаю его, потому что не очень, плюс только мат в эфире, но, значит, тогда очень хорошо высказался. Он говорит, это очень цинично так говорить, что если умер человек более известный, это больше рейтинга, менее известный, меньше рейтинга. Это что такое вообще, что за рассуждение? Это что это такое-то, рейтинг подменяет сейчас с собой все моральные ценности? Ну как так можно, я не понимаю просто, друзья. Значит, все дело в том, что опять новости о, вот как раз Малахове, нарушены права, а американская компания собралась судиться с шоу Малахова. Конфликт спровоцировал выпуск программы о группе «Ласковый май». Вы помните, Разин грозился обнародовать какую-то информацию о Малахове, такую, что у всех волосы зашевелятся, но никакой информации обнародована не было. Ну вот, я думаю, что, может быть, я не утверждаю, но, может быть, имеет место быть здесь и, может быть, какие-то вот телодвижения Разин. Не знаю, может быть, он к этому вообще никакого отношения не имеет. Недавно в эфир вышла программа «Привет, Андрей», посвященная 35-летию «Ласкового мая». Главным героем шоу стал экс-солист коллектива Юрий Шатунов. Вы знаете, надо сказать, что вот программа «Привет, Андрей», она отличается от прямого эфира в лучшую сторону. И вот я могу сказать, что в данном случае с «Ласковым маем» с Юрой Шатуновым была очень душевная программа. Очень душевная программа. И Юрий Шатунов был очень искренним. Очень искренним. Вышел создатель группы, которая прозябает в нищете. Программа действительно получилась неплохая. Значит, в ходе передачи певец не единожды нелестно отозвался о продюсере группы Андрея Разини. Его самого в студию не пригласили. Я считаю, что это минус большой. Почему? Потому что если о человеке говорят, ну он, по крайней мере, должен иметь возможность ответить. Правда? Но пригласили бы его и при нем все это говорили. Понятно, что это вызвало бы, наверное, скандал и так далее. Ну, тем, наверное, сегодня вечером отличается от прямого эфира. Надо было... Ой, не сегодня вечером, простите. Привет, Андрей. Надо было тогда сделать прямой эфир еще. Но надо было пригласить Разина. Почему его-то не пригласили? Он имеет отношение к группе «Ласковая» и так далее. Он грозился поливать компром. Но пригласите его. Пусть он скажет то, что он хочет. Да, это будет конфликт, это будет еще что-то. Может быть, это было условие Шатунова, чтобы с Разиным не сидеть. Не знаю. Значит, узнав о готовящемся выпуске, еще до его появления на ТВ, Разин настоятельно попросил Малахова отказаться от трансляции. Ведущий проигнорировал требования продюсера. Малахову все равно. Он что хочет, там то и творит. Значит, теперь же, по словам Разина, его ждет судебное разбирательство с американской фирмой World Media Alliance Label Incorporated, которая сейчас принадлежит права на все документальные фильмы, видеоклипы, фото и видеоархивы «Ласкового майя». Все судебные процессы будут вести новые правообладатели. Они же теперь будут судиться и с российским телевидением, как у нас в стране, так и за рубежом, потому что в этой программе были нарушены их права, написал Разин в Инстаграм. Новые владельцы позволили Разину исполнять хиты коллектива. Что касается Шатунова, ему неоднократно поступали предложения разрешить на безвозмездной основе петь эти песни, но он их проигнорировал. Теперь «Звезда» не имеет права выступать с любимыми композициями публики. Значит, и публикуется, значит, досудебная претензия, вы ее видите, генеральному директору ФГУП ВГДРК Добродееву, досудебная претензия президент Джордж Сергеев, значит, вот этой компании, которая обладает всеми правами на фильмы, документальные, видеоклипы, фото и видеоархивы «Ласково мая». Но имеется в виду, что все это было показано в программе, и для того, чтобы это показать, нужно было, очевидно, разрешение правообладателя. Все, наверное, думали, что правообладательным никто не является, они опять не удосужились узнать вообще, кто правообладатель, и все это транслировали. Теперь будут судиться. Каким образом? Сейчас выкатят им досудебная претензия, то есть, значит, сделайте, сделайте, вот, в дополнение сообщаю, сказано досудебной претензии на имя генерального директора ФГУП ВГДРК Добродеева. В дополнение сообщаю, что договоров на использование музыкальных произведений группы «Ласковый май» в телепередаче «Привет, Андрей, с нами, как правообладателями данных произведений не заключалось». Значит, и, конечно, они могут выкатить что? В первую очередь штраф, что выплачиваете нам штраф или выплачиваете соответствующие там денежные вознаграждения за использование клипов, каких-то документальных кадров, которые они показывали и так далее. Ну вот, это, конечно, будет иметь неприятные последствия, потому что Малахов сделал программу, сделал рейтинг, а они сейчас могут такие многомиллионные выставить счета за эту программу, что, значит, и ВГДРК, и все остальные, значит, не отделаются. Ну, что я хочу сказать? Конечно, сформировано было мнение о разине крайне негативное, что он там и гастролировал, и пел под фонограмму Шатунова и так далее. Я здесь не берусь судить, друзья. Здесь все дело в том, что, вы знаете, это такая кухня, что там Шатунов чуть ли действительно не в рабстве был, когда директор интерната забрала у него документы и так далее. Все это, конечно, некрасиво, все это неприятно, все это ужасно, чудовищно. Но я здесь говорю не о взаимоотношениях Разина и Шатунова, а о программе, которая была сделана, которая должна была быть подготовлена, очевидно, на должном уровне. Ну, хотя бы, согласитесь, можно было выяснить, кто является на данный момент правообладателем всех тех кадров, которые вы собираетесь демонстрировать в эфире, правда? Если вы понадергали опять, вставили без проблем и посчитали, что это все возможно, ну вот, в данном случае получается это не так. Я думаю, что, конечно, здесь безразно не обошлось, что называется, но опять-таки вопросы к телевидению. Если люди сделали бы все как надо, никаких вопросов бы не было. Друзья, мне интересно ваше мнение, что думаете по этому поводу. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Всем пока, до встречи!